Конечно, приятно, что все новое, свежее, даже лежать приятнее в такой кроватке, да, Максимка? Разница на миллион, в буквальном смысле. Еще месяц назад мамы со своими малышами боялись даже переступать порог детской инфекционки. Первым делом их встречал не лечащий врач, а сплошная антисанитария и грязь. Это четвертая палата, третий этаж. Также кроватка вот такая, просто у нее нету вот тут одной половины, и я боялась, что ребенок мой выпадет. В этом году власть региона решили снять с учреждения статус самой пугающей пациента в больнице города и выделили почти 50 миллионов рублей на ее реконструкцию. Капитальный ремонт начнется в течение этого года, но небольшие изменения уже начались. В стационар завезли новые кровати и постельное белье. На данный момент произведена закупка 100 кроватей взрослых и 100 кроватей детских. На это мы потратили на кровати с матрасами 1 миллион средств, то есть собственных лечебных учреждений и 250 тысяч на постельное белье. До конца месяца, то есть вся больница будет полностью переоснащена новой мебелью. Пока ремонтируют и благоустраивают одну больницу, люди с нетерпением ждут, что и до их поликлиник возле дома тоже когда-нибудь дойдут руки и средства. Какие поликлиники в городе нужно отремонтировать? Ой, знаете что, я вам не могу ничего сказать. Но нашу поликлинику, шестиэтажку сейчас по Петра Сухого перевели. И я уже целый год не была там. Пятое вот на Эмилии Алексеевой. Ну там бы желательно ремонт сделать. Ну шестиэтажка только. Так она стоит уже замороженная. Но здание восстановлению не подлежит, пояснили в Краевом Минздраве. Шестиэтажка возле дома признана ветхой и аварийной. Зато в конце прошлого года в селе Алтайское снесли аварийное здание поликлиники. И на этом же месте начали строить новое двухэтажное. Будущая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Уже залит к плаван и идет строительство цокольного этажа. Кстати, помимо этого учреждения в 2019 году начнется строительство еще трех поликлиник. В Барнауле, Ребрихинском и Советском районах. По крайней мере, об этом заявляют власти края. И средства уже выделены. Около двух миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. В городе Барнауле это проект самый большой. На 900 посещений поликлиника. Проект по строительству поликлиники на 210 посещений в селе Ребриха. Вот эскиз. И также на экспертизе разработанный проект строительства поликлиники в селе Советском. На 150 посещений. Строительство поликлиник займет не менее двух лет. По словам Константина Гордеева, одна из главных задач, стоящих перед Минздравом краем, модернизировать систему здравоохранения таким образом, чтобы медицинская помощь стала доступна каждому пациенту. И он получал лечение в пределах той географической зоны, в которой проживает. Но и условия должны быть соответствующие. Антисанитария, старая мебель и грязь должны уйти в прошлое. Кстати, родители пациентов в детской инфекционной больнице номер два надеются, что впредь жаловаться в соцсети на условия, в которых им приходится лечиться, не придется. Впрочем, время покажет. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Андрей Сегаев. Наши новости.